Микс Ньюз. Утро на Балткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем утро на Балткоме. И у нас сегодня гость, Сиен Альянса развития недвижимого имущества, председатель правления Бонова Латвия, Маркс Клявинч. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот, наверное, может быть, перед тем, как перейти к такому, нам я, наверное, очень актуальному вопросу, связанному с возможностью введения новой кадастровой стоимости и налога на недвижимость. Может быть, несколько слов все-таки сначала о том, что происходит сейчас на рынке недвижимости в свете COVID-19. Какие тенденции вообще можно проследить? Что вы, как профессионал в этой сфере, можете сказать? Ну, мы можем смотреть так, что была весна, когда у нас была, как сказать, пандемия, и рынок очень уменьшился. Но сейчас мы видим, что после июня ситуация намного улучшается, и рынок возвращается предыдущим объемом. Эта потребность к жилью не пропала, реально работа из дома высветила, что новые требования к жилью как раз. И это появилось, и эта потребность, например, расширить жилье, если надо работать из дома, как раз повысилась. Так что люди, которые, может быть, когда-нибудь еще думали, что еще... Надо подождать. Надо подождать. Или как это потребность к дополнительному помещению или дополнительным квадратным метрам, чтобы была возможность при ситуации работать из дома, многим повысила, как сказать, мотивацию поменять. Если мы посмотрим на ситуацию, которая была до COVID-19, может быть, вы со мной не согласитесь, я так смотрел на эти тенденции и по объявлениям. Ну, нельзя сказать, что цены росли, но они, наверное, еще и до COVID-19 цабилизировались, так можно сказать, да? Там есть две части рынка. Надо смотреть на рынок нового жилья и рынок старого жилья. И на их влияют разные факторы. Для нового жилья самый главный фактор – это себестоимость строительства и вообще себестоимость нового жилья. И где ситуация на рынке была такая, что не было ни одного фактора, который бы понижал себестоимость. Были только факторы, которые повышали себестоимость, например, требования от владельцев сетевых, наружных сетей и самоуправления. Требования росли к развивателям, и себестоимость все время повышалась. Так же и росла себестоимость строительства. Если мы смотрим вторичный рынок, там уже ситуация другая. Там очень важно, какой дом, какое качество самого дома, какая ситуация с землей, потому что в Риге где-то 40% квартир находятся, квартирных домов находятся на арендной земле. И эта ситуация очень влияет. Потом там следующая ситуация, какая ситуация со всем домом, насчет обслуживания, есть ли долги. И вот эти все факторы очень много влияют. и следующая ситуация, насколько много предложений на рынке. Есть еще один фактор, что банки начали смотреть уже более консервативно на старое жилье, которое не реконструировалось, в которое, например… Не вкладывались деньги, ядно. И банки уже смотрят, что там риски повышаются, и они финансируют меньше старое жилье. Потому и цены, например, на старое жилье в некоторых ситуациях даже уменьшались немножко. Хотя мы знаем, что старое жилье, старое советское, скажем так, очень часто используется в качестве такого сдачи в аренду. То есть комиссанты, которые занимаются этим видом бизнеса, покупают это жилье, в разных случаях приводят ее в порядок или сдают состав ремонтом. Но этот рынок довольно был активен, потому что потребность в таком арендном жилье тоже весьма высока. Было, да, потому что жилье, которое было лучше качества, ушло на краткосрочную аренду для туристов. Это еще тоже целый бизнес. Да, который COVID очень сильно ударил по которому бизнесу, и это очень влияло на арендный рынок. Но можно и сказать, что арендный рынок тоже можно было ожидать, что там будет очень сильное изменение, там, не знаю, на 20-30%. Но ситуация не пошла, не столь плоха тоже. Это, видимо, говорит о том, то, что вы сказали с самого начала, что все-таки людям надо где-то жить, как мы понимаем, и потребность весьма высока. Тем более, что есть целая категория людей, которые по разным причинам вынуждены пользоваться не собственным жильем, покупать, а арендным. Это и, наверное, доходы, и невозможность получить ипотеку. Как мы знаем, сейчас тоже банки весьма, скажем так, жестко подходят к проверке доходов населения. Я бы сказал, что банки довольно открытые, но они хотят быть уверены, что они не берут слишком много рисков. Да, вот я про это и говорю. Чтобы ситуация при любом раскладе экономики, чтобы они могли нормально работать со своим портфелем, не было больших рисков, как это было в передыдущем кризисе, когда был очень большой спад, очень большая часть портфеля должна была продаваться, и ситуация тогда ухудшалась. Нет, банки сейчас кредитируют очень хорошо, но они очень смотрят на клиента. Для чего клиент покупает жилье? Если клиент покупает для своих собственных нужд, тогда кредитирование более открыто. Если это для бизнеса, для какой ситуации, банки видят, что там больше рисков, что свой дом, человек будет бороться со всеми возможностями, но если это коммерческое, тогда он будет больше риск, что он может избавляться или не платить кредит и так далее. Потому что там получается ситуация, что банки смотрят на эти риски, также с кредитованием нерезидентов и так далее. Вот когда мы говорили несколько минут тому назад по поводу этого рынка нового жилья, то вы действительно назвали несколько факторов, которые влияют на цену, прежде всего себестоимость. Это понятно. Наверное, еще есть один аспект, ведь вот эти адыстритары, вот эти те, которые развивают жилье, там тоже они разные. Есть те, которые строят, условно говоря, на какие-то деньги оборотные свои, которые в компании есть, а другое дело, когда привлекаются кредитные средства. Ведь на это тоже зависит, да, так сказать, и цена жилья, и, если так можно сказать, скорость продажи. Потому что когда над тобой висит кредит, наверное, особенно долго продавать рискованно. Ну, трудно мне комментировать, какая ситуация, например, в кредитах для финансирования развития. Да. Потому что Банава, как большая группа, занимает капитал централизованно. А, это большая группа Банава, да? Да. Так что мы здесь, в Латвии, этим не занимаемся. Но я знаю, что ситуация такая, что банки смотрят, сколько развиватель вкладывает свои средства. И банки учились с предыдущих пор, что финансировали очень много, процентуально очень много банки финансировали. И когда ситуация ухачалась, продажи не шли или что-то, это появилась уже проблема банка. Банки сейчас смотрят, что развиватель должен складывать достаточно средства свои, и тогда они понимают, что хорошо мы этот дополнительный деньги вложим. И ситуация такая, что у нас, поскольку у нас изменения в налоговой политике было не так давно, и ситуация сейчас улучшается, и больше капитализации получается в самих развивателях, и вообще в бизнесе капитализация сейчас более выгодно держать капитал в компании, не выплачивать дивиденды. Ну, то есть в развитие пускать. Да, да. И сейчас ситуация немножко улучшается, и я думаю, что рынок пойдет в этой части. Например, в Эстонии уже это происходило давно, и капитализация бизнеса была очень хорошая, и там ситуация наоборот другая, что капиталу в бизнесе очень много. Я почему спросил, потому что, с одной стороны, вы правильно сказали, что потребность в жилье есть, было, есть и будет. Это мы понимаем, особенно учитывая, что все-таки у нас, наверное, очень большой процент, больше, чем 80%, это фактически жилье советское. Да, в Риге реально более 70% жилья советского. Плюс еще есть целый сегмент довоенного жилья, который в разном состоянии. Да, есть в разном состоянии, и так, реально такая ситуация, что вот эти, как вы говорили, эти 80% жилья требуют довольно много инвестиций, надо реконструировать. При этом особенно, как мы понимаем, дом остается домом, сколько бы ты его не инвестировал, все равно, если дому 30, 40, 50 лет, мы понимаем, какая ситуация. Я бы говорил, что ситуация не такая плохая. Проблема у нас в том, что мы еще боремся, как сказать, со старыми вещами. Нам кажется, что со владельцем понятие, что мы ответственны за весь дом, вот это у нас еще не заработалось. Например, наши клиенты Банавы, когда они покупают новое жилье, вкладывают довольно большие средства, они уже понимают, что это наша вся собственность, они уже думают... А в том, как ее содержать правильно, да? Как ее содержать и... Беречь даже, да? Да. А у нас мы должны бороться с такими урбанными легендами, что, например, старое жилье, его не надо утеплять. Да-да. Но люди не понимают то, что если вы утепляете дом, вы не только понижаете плату на тепло, но вы вкладываете свое имущество, вы улучшаете ситуацию всего здания. Всего здания, да. Посады, крыши. И уже не говорят о том, что вы повышаете рыночную стоимость. Да, вы повышаете рыночную стоимость. И реально ситуация такая, что здания, которые утеплены, там уже ситуация... Это сделано грамотно. Главное это все делать грамотно, думать, как это все функционирует, потому что все говорят, которые как бы оккультируют эту урбанную легенду, что это не надо делать, они берут примеры, где люди сделали что-то неправильно. Например, утепляли здания, но не ремонтировали тепловые сети. Не думали о вентиляции, как будет работать вентиляция при новой физике в доме. Получается, что это фактически должно быть комплексно, не просто взять какой-то элемент, утеплить и не поменять ни теплосети, ни проводку, ничего. Да, да, да. Это надо делать все комплексно. Вот еще, может быть, такой вопрос, вам как профессионал, но мы знаем, что фактически построить дом многоквартирный – это процесс. Это не месяц, не два, начиная от земельной собственности, проект, все согласования, бува, вот это все мы знаем, и на это уходит не один год, я так понимаю. Я почему сделал такое вот вступление? Потому что ситуация ведь на рынке тоже довольно меняется. И если какой-то вот этот адрес в 2016 году начал процесс строительства многоквартирного дома, и вот в этом году он его сдал, то ситуация за эти 3-4 года поменялась. Можно спорить, насколько кардинально, но поменялась. И если мы сейчас, допустим, и до ковида, и после посмотрим, что да, мы видим вот эти новые жилые комплексы, там есть разные цены. Есть действительно такая цена, которая даже не очень сильно превышает цену на вторичное жилье. Ну, не очень сильно, особенно если мы говорим о 1-2 комнатных квартирах, как раньше называли такие малосемейки. Но есть и такие квартиры, где мы видим, что цены для среднестатистического латвица что-то фантастическое. Ну, 250, 300, 400 тысяч евро. Ну, там понятно, что большая площадь, все это мы понимаем. Квадратный метр, люкс-квартира, иногда даже полностью мобилированная. И тем не менее, все-таки не покидает ощущение, что это было вообще замысленно и задумано не для жителей Латвии. Но мы все прекрасно понимаем, какой доход в Латвии. Есть, наверное, какая-то прослойка очень состоятельных людей. Чаще всего у них уже все в порядке с жильем. И это, скорее всего, строилось, возможно, вот по эту систему видов на жительство для россиян, особенно в Юрмале мы это наблюдаем. Сейчас все это стоит пустым. Кто не верит, может поехать посмотреть. Вот, может быть, вы чуть-чуть бы это прокомментировали. Как дальше будет происходить ситуация с этим дорогим жильем, не знаю, вип-класса? Ну, там ситуация разная. Ну, просто какие-то тенденции. Я понимаю, что в каждом доме своя история. Тенденции, наверное, будут такие, что или это жилье найдет своего покупателя. Все-таки. Долго. Если хозяин или развиватель в состоянии его держать. Есть тенденция, что цены понижаются как раз на дорогом. Эта тенденция уже несколько лет существует, потому что виды на жительство эту цену загнали очень высоко. И самое главное, что там в очень многих проектах себестоимость довольно высокая. Я понимаю. И тогда ситуация такая, что даже трудно понижать эту цену, потому что очень-очень большие площади построены или очень дорого строилось, и по-разному. Но как-то с этим жильем будет часть, которые по проектам, по домам, они разойдутся. Потому что есть довольно, я бы сказал, такой значительный сегмент сделок в дорогом сегменте, который с латвийским капиталом происходит. Но он не огромный. Если мы сравниваем с рынком, где у нас происходит в тысячах сделки в году, то этот сегмент 100 сделок в году, он есть, и он по-медленному будет. Но будут проекты, которые не смогут нормально существовать, или будут дорогие затраты их содержать, или тогда пустые дома тоже надо содержать. Я же про это и говорю, да. Особенно зимой, да. Да, и тогда будут смотреть, какие варианты выходить из этой ситуации. Сдавать в аренду, к примеру. Или сдавать в аренду. Но я надеюсь, что депутаты новые законы аренды примут. Ситуация улучшится. И рынок аренды будет более открытым и более, как сказать, живым. И пойдет со стороны серого рынка, или темного рынка пойдет в открытый рынок. Это может, как бы сказать, повлиять. Но будут дома, которые, где будут понижаться цены, может быть, они пойдут на аукцион или как… Может быть, и такие, потому что мы знаем, что даже можно несколько проектов в Риге, естественно, не буду называть их адреса. И там такая, мне кажется, чисто даже психологическая, западный трекок. Ну, то есть, дом пустой. И там не продана ни одна квартира. И даже те, которые потенциальные, вроде бы им этот дом нравится, когда они приезжают и видят, что дом пустой, они говорят, ну что, я буду один жить в этом доме и оплачивать все вот эти вот расходы по обхозяйственному? Я не хочу. И получается, замка такой, он не покупает, следующий не покупает. И вот так этот дом стоит. А в наших погодных условиях, когда, в принципе, осенью уже надо поддерживать нормальную температуру в доме, чтобы он вообще, так сказать, был в нормальном состоянии, то, конечно, я представляю, что вот это расходы для владельца этого имущества. Ну, владельцу надо будет смотреть, какой у него выход. Или он сдает в аренду, получает какую-то жизнь в доме, и тогда он может медленно распродавать эти квартиры и выходить из этого бизнеса. Если у владельца карман не жмет, он может содержать этот дом. Ну, нет проблем, он будет какое-то время его содержать, но тогда, я думаю, что и там будет тенденция, что люди будут или покупать медленно, если интерес есть, если интереса не будет, или будет ситуация, что продукт к рынку не подходит, или слишком большой, и как раз здесь уже включаются новые эти кадастровые стоимости, которые, например, в центре для нового покупателя, у него сейчас звонит звонок где-то сзади, говорит, осторожно с большими площадями, потому что, может быть, этот налог будет очень высокий для тебя. Ну, это, с одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, как бы это абсурд. В принципе, как мы уже констатировали, если вот в той же Риге больше 70% советского жилья, понятно, что люди хотят улучшить свои жилищные условия, ну, если средства позволяют. И семья растет, ну, понятно дело, а ему говорят, не-не, вы на большую квартиру не замахивайтесь, а у него, допустим, двое детей. Зачем ему двухкомнатное, да, так сказать? Это же понятно. То есть, мне кажется, что вот это была фундаментальная ошибка, вообще обнародовать эти вот новые кадастровые стоимости, не предложив, не сказав «б», что дальше будет, да? Да, что дальше будет. Потому что это очень-очень плохо влияет на рынок вообще, если, например, у нас были инвесторы, которые ждали новый закон аренды, и думали, о, хорошо, мы будем развивать арендные дома, сейчас они смотрят, «А, а если у меня 2-3 месяца арендную плату сейчас забирает налог, то или себестоимость повышается, для него это значит, что арендные цены, но он, если смотрит, а рынок, если не сможет оплатить эти арендные цены, тогда он смотрит, а нет, лучше я буду инвестировать, не знаю, в Эстонию или в Литве, да, и нам надо понимать, что капитал или инвестиции, даже наши инвестиции, наши деньги, которые жители Латвии, они же тоже могут инвестировать и в других странах, и надо понимать, что у капитала реально границ таких нет, и это пару ударов по клавише на компьютере, и капитал уже в другой стране, и нас надо бороться за инвестиции, и главное бороться за инвестиции, чтобы они давали дополнительные блага и всему государству, как раз вот открытый, хороший рынок, или это арендный рынок, или это новое жилье, это дает дополнительную себестоимость, мы видели, что в предыдущий квартал у нас упал, как это? Ну, внутренний валовый продукт, да? Да, да, упал внутренний валовый продукт, упал на 9%, это значит, что оборот падает, и это значит, что рабочие места, и прирост капитала, и прочее падает, и это будет влиять на всё, и надо смотреть, если Министерство экономики говорит, что жильё – это приоритет, мы хотим… Что в принципе логично, да? В принципе логично, и понимают, что урбанизация продолжается, и более много рабочих мест в городах, ну, ситуация такая, что нам надо предлагать людям, какой вариант с жильём, и здесь как раз две части, надо делать, строить новое жильё, надо думать, как понижать эту себестоимость, которая всё время растёт вместе со строительными затратами, и приростом строительной себестоимости, надо думать, как её понижать, иначе этот продукт дешевле не станет. И тоже большая часть, о которой надо думать, как раз реконструкции, и реконструкции старых домов, утеплений и так далее. А сейчас ситуация такая, что люди только будут говорить, я же говорил, что неправильно утеплять, неправильно реконструировать, потому что я получаю большой налог потом. Да, то есть как раз наоборот, надо стимулировать, чтобы люди вкладывали деньги при введении в праве своего жилья. Но всё-таки, возвращаясь к этой кадастровой стоимости, я так понимаю, что когда эта новая кадастровая стоимость разрабатывалась, никто не советовался специалистам по недвижимости. Так я могу понять. Я бы сказал, что эта эпопея уже долгая, очень долгая, там эти процедуры, весь процесс разрабатывался и годами уже. я думаю, что там и поменялись люди, которые над этим работали, и поменялись политики в министерстве, потому что, когда эта работа начиналась с новыми кадастрами, вот этими стоимостью кадастрами, тогда была идея, что кадастровая стоимость должна быть 80% от рыночного уровня. Сейчас вышел продукт, где это 100%, и в многих случаях даже выше рыночной стоимости. Но надо понимать, что это не только налог от недвижимости, там же и другие, это пошлина при регистрации, это 2%, если у нас кадастровая стоимость будет выше сделки, то люди будут, должны платить от этой высокой кадастровой стоимости, должны будут платить эти 2%. Плюс при продаже тоже? Нет, при продаже, да, 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 да. И это пошлины, когда ты регистрируешь свои завещания, когда принимаешь собственность, которую ты получаешь на следство, да, и так далее. Там вещей много, это аренда, арендные платы, как я говорил, 40% домов стоят на арендной земле, это повышение этих арендных плат тоже очень, очень сильно повлияет и так далее. так что это не так и надо понимать, что это повлияет на весь рынок, это себестоимость везде. Если это себестоимость в магазине, то это значит, что у нас мы за молоко или за хлеб тоже будем какой-то цен платить дороже из-за того, что налог для магазина стал выше. и самое интересное, что вы уже правильно заметили, что все это годами разрабатывалось и когда сегодня вот те разработчики говорят, ну вы понимаете, ну вот у нас была старая система кадарства, не знаю, 10-го года, когда они ее делали, вы знаете, за это время ведь рынок изменился, ну как бы рыночная стоимость жилья повысилась, но ведь если они годами разрабатывали, ну мы догадываемся, что в 16-м году, допустим, была одна рыночная стоимость, сейчас между прочим она особенно в свете пандемии все-таки понизилась, не столь драматично, но понизилась и получается, что эта кадарствовая стоимость опять опоздала, она уже не актуальна. Надо понять, что может быть, если смотреть на средние, средние температуры, как сказать, на рынке, у нас в последние годы было очень больше сделок с жильем, который меньше и за этот счет дешевле, более функциональный и как раз этот процент был больше, если смотреть на старые, тогда там были и старые цены на квадратный метр, а если взять какой-то среднюю цену на квадратный метр, это довольно неправильно, надо смотреть на весь рынок. На весь рынок. Еще один момент, я думаю, что все мы налогоплательщики, когда с нас взимают тот или иной налог, то хотелось бы вообще знать правом государства, на что эти деньги идут. Это тоже очень важный аспект. Я думаю, что если устроить опрос на улице и спросить людей, на что идет их налог на недвижимость, я думаю, что большинство и не скажут, потому что кто-то скажет, ну знаете, самоуправление там подводит дороги, тоже смотря где, потому что мы знаем, что если вот этот двор принадлежит третьим лицам частым, самоуправление говорит, нет, 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 мы в частые имущества не вкладываем, вы сами там решаете с этими землевладельцами и получается, что в этот двор уже невозможно заехать, а все платят налог на недвижимость. Это может быть такое, уже мы уходим в детали, но это просто говорит о том, что здесь целый комплекс проблем, да? Самое, самое, что, то, что надо понять, что налоги мы должны платить, потому что из налогов мы получаем обратно или самоуправление, или государство услуги. Это все понятно, но то, что важно, важно людям, как сказать, понимать, что не будет таких больших сотрясений, если бы сказали, что хорошо, мы меняем систему, но мы говорим, что мы будем просматривать и не только кадастровую стоимость, но мы будем просматривать, какой будет процент самого налога. В первых, потом мы будем смотреть, чтобы прирост платежей не был, как было раньше, когда меняли и кадастровые стоимости, когда был прирост налога в год не мог превышать 10%, и так он годами приближался к рыночной ситуации. такие вещи должны просматриваться, но здесь надо смотреть не настолько на саму кадастровую стоимость, не на процент налога, а надо смотреть, что мы хотим сказать, какой у нас стратегия, какой у нас план. Если мы хотим, чтобы люди инвестировали в жилье, улучшали, у нас же нового жилья построено очень много, мы за 25 лет построили только 14-15% нового жилья. Это мало. Это очень мало, у нас очень много жилья надо улучшать. Ситуация, я бы сказал, как раз в Риге, где самый большой процент жилья без реконструкции, если мы смотрим, берем малые города, Лепая, Валмира, Цесис или другие, там ситуация намного лучше, там очень много процентов жилья утеплено, сделано реконструкции, там ситуация значительно лучше. Но там есть еще специфика своя, в Риге все-таки очень много жилья, где... Нет, я говорю как раз о многоквартирном жилье. ну просто как объясняли, когда вот даже вопрос утепления, который вы тоже поднимали, договориться с жильцами весьма сложно, поскольку многие владельцы или давно уехали из Латвии, или сдают людям, а те, которые там временно находятся, арендаторы, они, естественно, не заинтересованы. И очень часто невозможно даже вот эту всю процедуру провести. Вот как раз мы видим, есть какие-то проблемы, которые проблемные вещи, и то же самое есть какие-то проблемные вещи для нового строительства жилья, и мы должны думать, как вот эти проблемные вещи со стороны государства и самоуправления, как их понижать, как их как сказать, исключать, чтобы эти проблемы были меньше, или менять законы, или менять какие-то регулирующие вещи, чтобы стимулировать это. Например, я бы, мы уже многократно говорили, что, например, чтобы стимулировать реконструкцию или новое строительство, надо новое жилье во время строительства, вообще надо освобождать от налога. А то ситуация получается так, что мы делаем замерку нового дома, получаем кадастровое дело, дом еще не сдан в эксплуатацию, мы получаем уже счет самоуправления, заплатите, пожалуйста, налог. И вот это все входит в себестоимость. А если мы хотим, чтобы новое жилье или реконструированное жилье было больше и больше, и ситуация улучшалась, мы должны это стимулировать, потому что, если мы даем стимул на короткий срок, пару лет для нового жилья не облагается налогом во время строительства или год после строительства, но потом это делает базу для будущего, и реально смотреть, например, если мы берем Германию, в свете ковида и всего, в Германии, например, в этом году понизило налог с оборота для электрических автомобилей на 3%, чтобы стимулировать рынок и стимулировать свое автопроизводство, они понимают, что это рабочие места и так далее, это требования окружающей среды, и они делают и стимулируют, и так же мы должны смотреть здесь, латы, если мы смотрим, хорошо, мы хотим, чтобы людям была возможность арендному жилью, делаем, принимаем арендный закон новый, и смотрим, как мы можем инвесторов привлечь, чтобы люди вкладывали, неважно, это местные инвесторы и зарубежные, чтобы они вкладывали это жилье, и это развивалось, чтобы был вариант. Если мы говорим все-таки о Риге и о Бонове, учитывая ваш опыт, все-таки какова стратегия вообще, не знаю, введения в строительство нового жилья в Риге у Боновы, стараетесь ли вы предлагать людям развивать эти новые многоквартирные дома в разных микрорайонах, или есть какие-то приоритеты, где вы считаете, что, не знаю, вот район, например, Скансис будет развиваться, мы будем там строить, или там, не знаю, мало нового жилья в Кенгараксе, а все-таки несмотря на кто бы что не говорил, многие хотят жить там тоже. Вот какова стратегия Боновы, может быть, несколько слов? Реально, мы смотрим, где люди сейчас проживают, потому что мы знаем то, что люди не хотят очень радикально менять место, где они живут, если они, например, живут, в Кенгараксе или в Пурцимсе, тогда они будут хотеть оставаться в своем микрорайоне, где они привыкли, где они есть, дети ходят в школу или в детский сад и так далее. Так что мы смотрим на микрорайоны, где потребность потребность будет, и мы смотрим, как мы можем более дешево построить это жилье, потому что мы понимаем, мы для себя, как самого большого конкурента, видим как раз вот этот вторичный рынок, и мы хотим предлагать людям возможность альтернативы для вторичного рынка, потому что если у людей доходы как бы сказать лимитированы, тогда у них вариант, или они покупают, если они должны покупать, если у них нет альтернативы, они должны покупать вторичный рынок, и мы как раз смотрим и создаем альтернативное предложение этому вторичному рынку, поскольку мы Бонова самый большой развиватель жилья в Латвии, тогда мы как раз смотрим, что мы должны предлагать этот продукт, и как раз самому большому количеству людей, самые возможностные. Конечно, на нас влияет то же самое себестоимость земли, требование от владельцев сетей, насчет подключения требований от департамента сообщения, насчет реконструкции улиц и так далее. Это же все в комплексе, Это все идет в себестоимость, и если бы самоуправление сказало хорошо для жилья, мы, например, у нас в Риге есть, не знаю, как правильно сказать, у нас есть инфраструктурный платеж, если я должен построить квадратный метр жилья, я должен платить самоуправлению как бы за инфраструктуру, то, что самоуправление дает, но реально ситуация такая, что покупатели новых жилья должны платить этот платеж, и они должны оплачивать новый водопровод, реконструкции улицы, которые рядом с их проектом и так далее, так что это все идет ходят в цену, если мы хотим стимулировать, говорим хорошо, жилье приоритет, освобождаем жилье от инфраструктурного платежа, вот эти как раз как я говорил, срочные вещи, которые могут дать стимул этому новому владельцу, если он покупает новое жилье, он же должен тоже вкладывать, он должен мебель покупать и так далее, это тоже затраты, и надо смотреть, как человеку сделать легче этот процесс, попасть в новое жилье. Говоря еще о новом жилье, арендном жилье, я не знаю, вы обратили внимание или нет, в свете этих неочередных выборов в Фридическую Думу, я специально пробежался, нет ни одной практически партии, которая бы что-то не обещала в вопросе жилья. Понятно, что снизить налог на недвижимость, предоставлять людям скидки, это все понятно, но очень много, практически все партии говорят о необходимости строительства таких арендных домов, мы знаем, что во времена первой республики до военной Латвии очень много было арендные дома или доходные дома, их по-разному называли, вот как вы к этому относитесь, насколько вообще реально строить именно многоквартирный дом, заранее зная, что вот это конкретно цель бизнеса именно сдача в наем, в аренду. Ну, Бонава Латвия как развиватель Бонава Группа вообще 30% клиентов, Латвии у нас еще нет, но 30% клиентов Бонава Группы как раз бизнес-клиенты, которые покупают от нас готовые дома, которые развиваются как раз для них, для нужд аренды. А, уже заранее, да? Да, да, заранее. Мы в Швеции, Германии, Финляндии, у нас было долго, мы продали два дома в Эстонии, первые сделки в Балтии для фонда. И мы как раз и предлагаем такое, но где надо понимать, что инвесторы, когда смотрят на рынок Латвии, они смотрят всю инфраструктуру и так далее. Они смотрят, а, закон не приняли, два года там мучаются, не приняли, а какая ситуация будет дальше, какие у меня риски. Может быть, я останусь в Германии с меньшим или Франции с меньшим доходом, но... Все предсказуемо, скажем. Предсказуемо. И еще это как раз борьба за инвестиции. и здесь себестоимость не снижается. Или это арендный дом, или это дом на продажу. Себестоимость такая же она есть. Конечно, все расходят. Вы должны думать, как понижать себестоимость, и тогда будет больше и домов для продажи, больше реконструкций, больше арендных домов. И как раз, но все говорят, политики говорят, что надо вот эти арендные дома, но как мы будем эту себестоимость понижать? Если мы хотим дешевле жилье, на чей счет или мы будем просто из налогоплательщиков субсидировать эти дома? Наверное, нет. Нам нужно посмотреть, какой вариант, как эту себестоимость понизить, чтобы появилось новое жилье. Вариант был такой, что освободить от налогов во время строительства первый год после сдачи эксплуатации очень быстро, освободить от пошлины на регистрацию в земляной книге нового жилья. По-моему, логично. Это просто мы реально этого, если дом не построят, этого дохода и так не будет. Конечно. А вот если мы даем этот стимул, мы получаем потом доход получаем и для самоуправления, и для государства. И такие вещи и стимулы надо делать, принять, сделать юридическую базу, чтобы она была. У нас остается где-то около минуты. Может быть, такой вопрос в завершении. Буквально практически с того, с чего мы начали. Вы сказали, что после ковида рынок все-таки стабилизировался. Ваш совет или ваш прогноз, что будет происходить вот сейчас осенью. С учетом всех вот этих нюансов, о которых вы говорили, вот потенциальные покупатели жилья, вот те, которые хотят, не знаю, вселиться в новую квартиру, они что будут делать? Они будут ждать ясности с кадастровой стоимостью или они подожду, что, может быть, еще цены на жилье начнут снижаться из-за того, что вот эти те, кто, ну, владельцы многоквартирного домов понимают, ага, отопление, новые расходы, надо все-таки снизить цены, чтобы продать. Или ничего не поменяется, уже цены сейчас после ковида стабилизировались, ждать, в принципе, потенциального покупателя нечего, да? Мне трудно говорить насчет всего рынка, я могу посмотреть на наши клиенты. Да, давайте на ваши. Ситуация такая, что у нас мы видим, что ситуация с изоляцией люди ждали, был очень большой кусок, где сделки не происходили. Даже нотариус не было на месте, это же понятно. но потребность не пропала, люди, у которых эта потребность есть, они понимают, что им надо как-то решать. И ситуация такая, что люди, которым нужда есть, они идут на эту сделку, банки их финансируют, так что все-таки что-то происходит. Рынок хорошо работает, банки готовы финансировать как раз больше новое жилье, там как раз люди получают лучшее процентное, лучшее финансирование, потому что рисков меньше, и ситуация довольно стабильная. Конечно, если будет следующая изоляция или какая-то ситуация, но на это спекулировать и пробовать где-то выиграть, реально у нас все дома, которые мы сдавали в эксплуатацию, мы уже сейчас сдали еще третий дом в эксплуатацию за это время ковида, у нас все клиенты заселились, там были пару клиентов, которые отпали в разных микрорайонах, да, в разных микрорайонах, мы красный квартал сдавали, мы сдавали дом дрейлинга сейчас сдали еще один дом, так что люди заселяются и делки доходят до конца и там очень-очень мало, ну сказать, реально незначительные проценты людей, которые эту делку не доводят до конца, потому что это нужда, нет, жилье нужно, конечно, особенно молодые семьи, детьми, не надо же где-то жить, да, у нас, например, Ганайбудамбис, мы сейчас строим проекты и продажи после ковида даже пошли больше. То есть это следующий, это не тот, который был на плугу уже бреже, а дальше уже, вот Ганайбудамбис, да, и там люди, люди, наверное, тоже во время ковида боялись, но сейчас они видят, о, к Новому году будет дом, я могу вселиться, да, я хочу более просторный, там как раз более просторные квартиры и как раз для выше качества, там теплые полы и вентиляции и более большие, более высокого уровня, да, мы говорим, что это, как сказать, не люксус класса, это средний уровень, но ситуация такая, что люди покупают и будут покупать, поскольку финансирование есть, будут какие-то краткосредственные какие-то колебания, но тенденция такая, что нужда не пропадет. Член Альянса развития недвижимого имущества и представитель правления Бонова-Латвия Маркс Клявинч у нас был сегодня в прямом эфире, большое спасибо.